Этот период является, эти периоды являются главными в жизни человека. Главное в жизни человека это попасть в тот период, когда у тебя ничего не ладится и у тебя один только путь, это молитва. И в это время Бог не дает никаких поблажек, потому что именно для этого вы и жили, для этого периода. Вы жили для этого периода. Мы думаем, что мы живем для счастья на этой земле, что у нас все хорошо должно здесь быть. Нет, мы не для этого живем. Мы живем только для того, чтобы получить победу над своей судьбой, для того, чтобы получить связь с Богом, почувствовать, что такое душа, почувствовать, кто такой Господь. Вот для этого мы живем. Но сам человек не захочет идти этим путем. Ему нужен стресс. Ему нужно состояние, в котором бы он метался и то, и так, и так пытался решить свой вопрос. Но когда ничего не помогает, он начинает молитву. И в этот момент он начинает делать единственное то, ради чего он жил всю свою жизнь. И такой период у вас еще, ну, по крайней мере, по вашей судьбе должен продлиться еще месяцев 7 дней. А потом станет легче. И вы уже не так будете сильно молиться, как раньше. То есть, ваше развитие на этот момент максимальное закончится. И поэтому я не знаю, что лучше. Но есть такая молитва одной очень святой женщины. Я вам ни к тому не рекомендую эту молитву. Никому. Потому что я ее попробовал, и потом Бог мне дал то, что я просил. Молитва такая. Пусть эти беды повторяются вновь и вновь. Чтобы вновь и вновь я мог помнить о тебе. Потому что, когда человек страдает, он всегда помнит о Боге. И я начал молиться из гордости в сердце. Начал такую молитву читать. И Господь меня погрузил в тяжелейший стресс. Это было больше 10 лет назад. И я больше так не молюсь. Потому что мне кажется, что мне и так хватает. Как бы без молитвы. Вот. Ну, у вас сейчас очень хорошее развитие идет. Вы понимаете, мы даже, вот вы, вот как бы и согласились со мной, думаете. Ну, что-то мне так тяжело, Олег Геннадьевич, во время этого развития. Я с вами согласен. Но когда Бог нас развивает, нам тяжело. Ну, вот так устроена эта жизнь. Когда мы сами чувствуем, что это счастье. Это на самом деле для нас не сильно большое счастье. Это сон души. Мы спим в это время. Когда нас Бог развивает, это настоящее счастье. Все меняется в жизни. Мы становимся другими. Мы не хотим этого. Мы сопротивляемся очень сильно. Мы хотим спать, короче. Мы не хотим развиваться. Знаете, когда человека с постели поднимают, он такой, да отстаньте от меня, хочу спать. Поэтому Ведах объясняет, что есть пять стадий развития пробуждения души. Пять стадий пробуждения души. Первая стадия называется глубокий сон без сновидений. Это жизнь в теле дерева. Деревья тоже живые. Они очень глубоко спят. Когда ветки обрезают у дерева, оно чуть-чуть пробуждается, потому что опасность. Наступает опасность. И поэтому растет еще лучше. Поэтому деревья обрезают веточки, как бы, для того, чтобы оно росло русле. Оно чуть-чуть будится и активнее становится. Сон со сновидениями – это жизнь теле животного. Я когда бегал по парку, потом встал к дереву, чтобы лечиться. Знаете, что деревья обладают огромной силой лечения? Потому что они стоят неподвижно и копят аскезу в себе. Это значит, что их энергия способна прочищать тонкие каналы и увеличивать продолжительность жизни. Где-то около 20 минут надо возле дерева стоять, если оно тебе нравится. И оно будет очищать твои каналы. Дерево должно быть толще человека, лучше по размерам, толще человека. Тогда оно сильнее. Ну вот я стоял возле дерева, замер. И одна собачка с хозяином гуляла там по парку. И она испугалась меня. Она увидела, кто-то стоит возле дерева такой, застыл, как будто он сам деревом стал. Она не понимает, что это такое. Начала подбежать ко мне, начала сильно-сильно гавкать. Ну как бы часто люди думают, что собачки гавкают из-за злобы. Нет, они гавкают из-за страха на самом деле. Она очень сильно испугалась, как ребенок, начала гавкать. Ну я не обратил ни внимания, стоял-стоял. Она убежала. Ну а это мне напомнило то, что животные, у них солнце с наведениями сознания. Они с трудом понимают, что происходит вокруг. У них очень спутанное сознание. Иногда собака гавкает на свое отражение. Она даже себя до конца не понимает, как она выглядит. То есть спит, душа спит в теле собаки. Ну, со снами, видит сны. Это ее жизнь. Следующий уровень жизни — это человеческая форма жизни. Называется пробуждающееся сознание. Во время пробуждающегося сознания живое существо очень сильно ориентировано на самовыживание. Поэтому большую часть времени человек тратит на то, чтобы выживать. Если сравнить с животным, разницы большой нет, допустим. Животные постоянно думают о том, чтобы где-то пищу найти, и мы этим занимаемся. Они роют себе норки, и мы строим себе дома. Они создают семьи, и мы создаем семьи. Они выращивают детей, защищают, и мы тоже самое делаем. С этой точки зрения разницы никакой нет. Мы просто это делаем более квалифицированно, чем они. Больше комфорта, больше профессионализма. В чем же разница между человеком и животным? Разница заключается в том, что человек может почувствовать совесть и понять, как жить правильно, не для себя. Человек может почувствовать, что есть Бог. Он может понять, что такое любовь настоящая, возвышенная. Человек может побеждать свою судьбу, в отличие от животного. Она просто следует своей судьбе. Человек с помощью контакта с Богом может побеждать свою судьбу. И когда человек все эти разницы понимает, он понимает, что есть следующая жизнь. Вот смотрите, как характеризуется пробуждающее сознание в теле человека. Первая характеристика — человек не верит в то, что он будет жить после смерти. Значит, у него еще сознание не пробудилось. Он пробуждается только. Он уже в человеческой форме жизни. Но он не верит, что будет жизнь после смерти. Он не верит, что его психика соединена с другими людьми. Он не верит в совесть. Не знает, что есть совесть. Он говорит, как хочу, так и живу. Такой человек считает, что главное в жизни — это просто наслаждение. Надо просто наслаждаться жизнью. И как у тебя получается правильно, так это и делай. А если другим плохо от этого, это их проблемы. Он не чувствует боли других людей, такой человек. Теперь есть пробудившееся сознание у людей. Что это за пробудившееся сознание? Когда человек думает о том, что он может прожить зря свою жизнь, когда он чувствует, что будет следующая жизнь, когда он понимает, что есть совесть, надо жить по совести, когда он понимает, что нельзя бросать жену, нельзя бросать мужа, нельзя человека в беде оставлять. Надо заботиться обо всех вокруг, учиться бескорыстию. пробудившееся сознание означает, что человек чувствует будущее. Он чувствует свою будущую жизнь, светлое будущее чувствует. Или грязное будущее, если он много сделал глупостей. Вы все сейчас находитесь в таком сознании, пробудившемся сознанием. Потому что, если бы вы в нем не находились, вы бы здесь пять минут на этой лекции не усидели. Ушли бы отсюда сразу. Есть еще пятый уровень, называется бодрое сознание. Бодрое сознание означает святость. Святость — это не то, что кто-то лампочку внутри человека включил, он заходит и здесь как бы светлее становится. В зале. Нет. Это другой вид света. Этот свет, когда ты глядишь на человека такого, проникает прямо в твое сердце и там озаряет все чистотой. Рядом с таким человеком становится чисто, хорошо. Одна секунда пребывания рядом со святым человеком изменяет всю жизнь человека. Потому что, хотя бы один раз ему этот свет внутри себя почувствовать, он уже этого никогда не забудет, человек. Бодрое сознание присуще лишь немногим людям на этой земле. Хотя многие на это претендуют. Говорят, что смотрите на меня, у меня бодрое сознание. Это характеризуется очень большой скромностью. Такие хвостуны, как я, не могут как бы на это претендовать. Бодрое сознание означает очень сильное смирение, неподдельная чистота, отречение, смелость сознания, храбрость внутри человека, глубокая проницательность, чистота, сострадания. Великая миссия от Бога. Такие люди не живут просто так. Им Бог дает огромную миссию, огромные задания в жизни, которые они несут на своих плечах. Наша цель жизненная найти такого человека и поверить ему. Так мы сможем обрести веру в Бога, победить свою судьбу. Победа означает две вещи, сила и любовь. Если человек способен молиться очень сильно, то он обретает силу. А если он способен радовать Бога, он обретает любовь. Субтитры создавал DimaTorzok